И мы разные бачили на своем шляху, исновали в разных якостях, и в якости зарегистрованных организаций, и зарегистрованных организаций. Улады поступали с нами так само по-розному, и самые тяжкие часы, которые я памятаю на своем шляху, это, конечно, был 11-й год, когда был штабан, а есть беляцкая наша старшиняя, которая находится сейчас в тюрьме. И я обыдатно ведаю, что не глядясь на то, что Влада Робец выглядит, что у нас нема, что мы здесь, там, не студием в андрофраунде, я ведаю, что они прослуховываются до того, что мы говорим, я ведаю, что они читают то, что мы пишем, и я ведаю, что они выполняются, потому что мы потребуем, но окошные прикладки это вызвали неприличную связь в этом списе, на котором мы настоивали. Ну, а так само я бы хотел присвятить эту премию Марку Новицкому, я к нему уже знамя нема, это именно тот человек, который сформовал мне правооборонцу, потому что вот тут сказали про червозный диплом, и я могу сказать, что в наших университетах и научных факультетах правом человека не учится. Это абсолютно разное разумение, что это такое, и то, что дается в университетах. Мы это Марк Новицкий, который формовал фактически костяк правооборончого группы не только в Беларуси, уклав в тот сенс, который мы сейчас упорядочиваем в своей повседневной практике. Так сталося, что перед нами никого не было. В Беларуси не было правооборончих организаций в классическом сенсе в 80-х годах, в 70-х годах, подразумения от России, где были хельсинские группы, в Украине, где были хельсинские группы, и другие организации. Нам не было кому передавать опыт и разумение, что такое правооборончего человека. Нам пришлось доходить до этого самим. Пришлось доходить до того, что такое международные стандарты, какие международные системы обороны права человека, как этим пользоваться. И тут также есть заслуга Николай Марка. Чтобы смотреть на этот свет большого человека, а не заходить с интересов государства, интересов наций, в Уминовито очень часто, в уме этих вещах, бывает самая жахливая то, что мы можем наблюдать. И то, что принципы универсальности права человека, которые мы стараемся в нашем жизни так само выкористовывать, и исповедать, можно сказать, принципы, то, что право человека належит усим, незалежно от того, кто и он, и мы не можем обновлять в этих правах, заходящих по неких предметах. То есть все права человека для усим. Это есть наш лозунг, который мы стараемся в нашем жизни выкористовывать.